Сквер «Город детства» в Развилке расположен в окружении 13 домов, в которых живет более 3000 человек. Из них почти 800 детей. И совсем скоро всех их, ну и конечно гостей, ждет настоящий подарок. Две площадки – детская и спортивная. Модернизации сквер требовал уже давно. Здесь нет резинового покрытия, которое просто необходимо там, где играют дети. Да и спортом позаниматься особенно было негде. Теперь это в прошлом, а в будущем, причем в ближайшем, город детства ждет новая жизнь. Стало возможным это благодаря инициативному бюджетированию, когда предложенный жителями проект софинансируется из разных источников. Наша общественная палатка, мы все равно ее называем, совет наш, которая всегда в тесном контакте с нами работает. И тоже отозвались в данной ситуации, по данному такому мероприятию. И появились у нас еще в небюджетные деньги, которые помогли нам жители, предприниматели. И такое собюджетирование произошло. Кстати, Ленинский городской округ стал одним из первых в регионе, где вели практику инициативного бюджетирования. Так, на две площадки в развилке из казны выделено около 4,5 миллионов рублей. Более миллиона из бюджета поселения, еще 200 тысяч – деньги жителей. Итак, что же мы увидим вскоре в городе детства? Проектом предусмотрено безопасное покрытие. По последним современным будет сделано технологиям. Безопасное покрытие будет мягкое покрытие. На нем планируется поставить малые архитектурные формы. И качели, и карусели будет, и песочницы будет, лавочки, скамеечки для отдыха детей и для родителей. А спортсменов ждут современные тренажеры и снаряды. Причем позаниматься физкультурой на свежем воздухе смогут и люди с ограниченными возможностями. В воркауте будет два силовых тренажера для инвалидов-колясочников, людей с ограниченными. И будет подход к брусьям, где будет проходить коляска и будет удобно заниматься человеком. Здесь вопрос не только спорта, но и адаптации людей, которые приезжают сюда, чтобы они знакомились, общались. Окончание всех работ запланировано на декабрь этого года. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская. ВИДН-ТВ.